16-кратные победители ралли Дакар прибыли в Дагестан с дружеским визитом. Экипаж известной команды по автогонкам в классе грузовиков «Камазмастер» продемонстрировал свое мастерство. Как оценили дагестанские рельеф автогонщики мирового класса, узнавала Карина Баталова. Ей слово. Они попадают в ямы, заходят в воду и ускоряются на экстремальных участках. Эти показательные проезды – лишь малая часть того, на что способна команда «Камазмастер». Бездорожье и вязкий грунт. Преодолеть такую трассу – дело непростое. Нужен мощный автомобиль и хорошая охватка. А это у опытных автогонщиков точно есть. Внезапно появилась эта поездка. Мы как раз заканчивали этап чемпионата России в Астрахани. Здесь поступило такое приглашение, но стало интересно. Приехали посмотреть. Здесь были приятно удивлены. Задумывались вы о том, что здесь можно провести крупное соревнование какого-то российского полутора? Да, без проблем можно это сделать. Потому что действительно Астрахань нам уже с 2004 года мы туда приезжаем. И хотелось бы какого-то разнообразия. Я думаю, этап, если состоит какой-то в Дагестане, здесь действительно можно сделать очень интересную, разнообразную, хорошую гонку. Ну и дальше можно замахнуться в новую гонку. Это уже более серьезная, наподобие Кубка мира или стать частью большого. Команда КАМАЗ-Мастер приехала в Дагестан по приглашению правительства республики. Поэтому Артем Сдунов стал одним из ключевых гостей на мастер-классе гонщиков. В своем выступлении он связал визит экипажа с развитием туристического потенциала региона. А сегодня мы хотели показать Дагестан, мы хотели показать рельеф нашей республики, ее гостеприимность. Потому что проводя определенные этапы, а именно об этом мы просим КАМАЗ-Мастер, чтобы определенные этапы проводились в Дагестане, мы сможем привлекать значительное число гостей, туристов и, соответственно, повышать уровень интереса к этому виду спорта. Эти массивные внедорожники уверенно обкатывают знакомую трассу. Дагестанские автолюбители из клуба «Раптор» уже не первый год осваивают экстремальный вид спорта. Поэтому именно они взяли за организацию этого спецучастка. Это, как сказать, близкое нам по духу, дагестанцам. Автоспорт, мы его развиваем где-то с 2013-2015 года. Очень сложно, но пытаемся, развиваем. Не только зрелищные проезды могли наблюдать зрители. На одной из площадок сотрудники МЧС показали, как слажено и быстро они работают в экстремальной ситуации. По легенде, этот автомобиль загорелся. Человека быстро спасают, а огонь тушат. Одно мгновение, и вся машина в пожарной пене. Совсем неподалеку проходит конкурс. Кто быстрее накачал колесо автомобиля, тот и выиграл. Кстати, приз – поездка на КамАЗе с гонщиками по экстремальной трассе. И вот в очередной раз уже с победителями машина трогается с места, чтобы покорить, казалось бы, непокоримые участки. Карина Баталова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.